Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Уже почти три года меня мучает сильная депрессия. Началось все с того, что в Санкт-Петербурге, на летних нижних аллеях, на малой конюшене запретили все музыкальные программы. В 2018 году я случайно попала на программу «Калейдоскоп Страд», посвященную Советской Страде. До сих пор моя жизнь сильно изменилась. Советская Страда стала значительной частью моей жизни. Я нашла новых друзей, готовилась к ЕГЭ под девизом «Не думай о секундах с высока» и целый год ждала следующего лета. Потом оказалось, что все запретили. Я потеряла интерес ко всему и вообще не знала, что делать с друзьями, с которыми тяжело было общаться из-за этих событий. До сих пор жить не хочется. Что делать? Первый момент такой больше, наверное, феноменологический, нежели чем конкретно ответ на ваш вопрос. Потому что, на мой взгляд, если у вас имеет место быть депрессия, если вы чувствуете, что, грубо говоря, качество в вашей жизни достаточно сильно понизилось из-за того, что произошло, то вам, на мой взгляд, в первую очередь нужно, конечно, обратиться к врачу. К врачу-психиатру, вот, либо клиническому психологу для того, чтобы вам, соответственно, диагностировали и исключили у вас эндогенную депрессию, то есть депрессию, связанную с нарушением химии мозга, химии тела. Потому что в противном случае психотерапия вам, попросту говоря, не поможет. Вот, то есть вам необходимо лечение. Дальше. Теперь, если мы говорим непосредственно о фактах, которые вы приводите и описываете, то здесь я бы сказал, наверное, следующее. Я бы сказал, чтобы вы как-то сделали ставку, сильную ставку на вот этот момент. То есть как будто бы вот вы поставили всё на вот эстраду, ну, грубо говоря. Вот. Это, пожалуй, наверное, то, что ничего делать не нужно было бы, потому что вы себя таким образом, в общем-то, ну, грубо говоря, вы себя подставили, вы себя подставили таким образом. То есть, да, я, конечно, безусловно, ну, безусловно, я понимаю, что вам это важно, я, безусловно, безусловно, безусловно понимаю, что вам ценно то, что, о чём вы пишете, но в то же время хотелось бы отметить, что делать ставку на всё, то есть сделал ставку только на это, решение, мягко говоря, не лучше. И то, с какой, с какой силой вы увлеклись этим, на мой взгляд, говорит о том, что, с какой силой вы переключились на это, на мой взгляд, говорит о том, что, возможно, изначально у вас была какая-то проблема. изначально была какая-то трудность, изначально был какой-то конфликт внутренний, вот. А то, что происходит сейчас, это просто следствие этого самого конфликта. Вот. И, на мой взгляд, очень важно вам в этом разобраться. Чтобы не было такого, что вы сейчас думаете, как бы, ну, вот, что вам не хочется жить. То есть, грубо говоря, у вас интерес только в одном. Почему-то вам интересно только это. И когда вы говорите, что я ждала всё лето и так далее, это вот тоже в какой-то степени похоже на то, что вы не умеете получать удовольствие от жизни. А это всегда про подавление себя, подавление своих реакций, подавление своих чувств, своих эмоций. Вот. Это необходимо также корректировать. То есть, психолог, психолог в данном случае может вам помочь в этом направлении. Вы пишите, что тяжело общаться с друзьями. Вот тоже такой довольно интересный момент. А в чём тяжесть общения с друзьями? В чём? В чём она заключается? То есть, может быть, она заключается в том, что у вас мало общего с друзьями? Или, может быть, заключается в том, что вам может казаться, что вы неинтересны? В чём тяжесть? Давайте попробуем с этим... как бы разобраться, на мой взгляд, это... очень важный аспект. Если, конечно, вы в данном случае понимаете, о чём идёт речь и, понимаете, что я имею ввиду, что я хочу сказать. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас предложить. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я надеюсь, что... вы дадите обратную связь по моему обзиту, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.